Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, друзья! Мы рады приветствовать вас из вечерней студии Беларусь-4. Ах, это лето! Сколько же в тебе ультрафиолета! И действительно, без солнца наша жизнь немыслима, так же, как для многих, лето немыслимо без шоколадного загара. Вот только как приобрести желанный оттенок и в то же время сохранить здоровье и красоту кожи? Как защитить свою кожу от вредного воздействия в летний период, а также основные правила ухода за лицом и телом вне сезона на протяжении всего года? На эти и другие вопросы сегодня помогут ответить наши гости. Врач-дерматокосметолог Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека Елена Радько. Здравствуйте! Добрый вечер! И врач-дерматолог Надежда Квасникова. Добрый вечер! Добрый вечер! Надежда Викторовна, рада видеть вас. Я вас поздно. Итак, прежде чем начать разговор, предлагаю немного окунуться в историю. Говорят, законодательницей моды на загар стала известная Коко Шанель. Вернувшись однажды из круиза по Средиземному морю, она отправилась демонстрировать парижанам свой роскошный бронзовый оттенок. И тогда, следуя примеру Шанель, европейские модницы расстались с широкополыми шляпами, веерами и вуалями и стали подставлять свои некогда аристократично бледные лица солнцу. Одни говорят, что ультрафиолетовые лучи полезны, они помогают выработке в организме витамина D и подсушивают жирную кожу. Другие же предупреждают об опасностях, которые подстерегают в результате длительного пребывания на солнце. Так можно ли приобрести красивый загар, не навредив своему здоровью? Уважаемые гости, ваше мнение? Конечно, приобрести здоровый загар можно. Прежде всего, загар необходимо учитывать, что это защитная реакция организма на воздействие ультрафиолетовых лучей, на воздействие солнечных лучей. И таким образом организм отвечает в виде своей защитной функции для предупреждения каких-то неблагоприятных последствий воздействия солнечных лучей, потому что солнечные лучи, то, что касаемо ультрафиолетового спектра, они такие многокомпонентные, то есть ультрафиолетовые лучи типа А, Б и С. И если от лучей С мы защищены озоновым слоем, то ультрафиолетовые лучи А, допустим, могут оказывать достаточно токсическое действие, то есть они проникают достаточно глубоко, способствуют формированию свободных радикалов, и это повреждает генетический материал клетки. А ультрафиолетовые лучи типа Б способствуют формированию такого красивого, симпатичного загара. Но в то же время, что называется, всё хорошо в меру, поэтому необходимо соблюдать при загаре и временной интервал в плане длительности пребывания на солнце и... В плане времени суток? И в плане времени суток, потому что лучше, конечно, загорать в утренние часы, это общеизвестные факты, до 11 часов или после 4. Я так понимаю, это касается как отдыха на море, так и загара в наших привычных условиях? Да, конечно. То есть, отвечая на вопрос Кати, вы скажете, можно, но только осторожно. Да. Как же быть тем, кто в тот же отпуск, направившись к морю, любит выспаться и выбирается как раз-таки в районе 12, в самое палящее время? Ну, понимаете, необходимо ещё учитывать и влияние такого общего состояния организма, либо его состояния, либо какой-то предподготовки в плане, допустим, отдыха и выезда на море. Необходимо принимать, допустим, антиоксидантный комплекс, чтобы уменьшить, допустим, действия вот этих свободных радикалов, формирующихся под действием ультрафиолетового излучения. Обильное питьё. Если вы загораете, допустим, в тот временной промежуток, который не очень устраивает с точки зрения косметологии, там до 11 или после 16, то, как правило, загар этот должен быть под зонтиком. И ни в коем случае, конечно, не спать на пляже, чтобы снизить риски побочных эффектов и неблагоприятного воздействия солнечных лучей. И всё же, уважаемые гости, какие последствия может повлечь за собой длительное пребывание на солнце? Многие думают, если они приобрели солнцезащитный крем, то они спасутся и от всех неблагоприятных факторов. Это не так, во-первых. Потому что солнцезащитный крем, который мы приобретаем, он прежде всего улавливает именно так называемые лучи, которые могут навредить коже. И нанеся его, во-первых, его правильно нужно наносить, а во-вторых, когда его выходят на солнце и лежат там несколько часов, то это неправильно. Во-первых, он действует не больше двух часов, это первый момент. А второй момент всегда, когда наносит крем, немножко экономит. А вообще существует правило, что человек, например, на лицо должен наносить, вот, средний палец среднего человека. Это должно быть на лицо. А два пальца, это должно быть на участке тела. Тогда это будет защищаться. И выбор крема должен быть. То есть обязательно смотреть на то, что вы приобретаете. То есть на упаковке должно быть написано, что там есть у нас защита от лучей А и от лучей Б. И, то есть, если вы приобретаете какой-то крем, и там только лучи А или лучи Б, то этого недостаточно, чтобы на солнышко выйти. Ну и, конечно, помните о том, что уже Елена Васильевна сказала, что если вы загораете и уснули, или ваше состояние не подготовлено, то можно ожидать солнечных ожогов. Тогда уже здесь будут и дерматиты могут войти. И это более чем серьёзно? Это очень серьёзные, да, моменты. Какие случаи наиболее распространены? Это солнечные ожоги? С какими проблемами обращаются, в том числе и к вам, гомельчане, жители области? Просто неразумный загар. Влияние солнечных лучей может оказывать как общая воздействие на тепловой и солнечный удар. Но к нам, как к дерматологам, допустим, обращаются люди больше при наличии какой-то кожной патологии. Это фотодерматиты или солнечные ожоги, которые требуют уже нашего вмешательства и лечения с точки зрения дерматологической. Если уже и вышли на целый день, то, наверное, всё-таки прятаться под зонтиком раз. Во-вторых, всё-таки одежда должна быть лёгкая. И, в-третьих, если уже и обращаются к нам, то это уже последствия воздействия солнечных лучей и возникания фотодерматита. То есть именно раздражитель, вода, которая неблагоприятная, плюс солнечные лучи и плюс солнце, они и защита, то есть длительное пребывание в воде. Особенно солёной в воде? Да, не выходят оттуда. Если даже больше двух часов уже находишься, это уже неблагоприятно, потому что уходит водно-липидный барьер кожи, смывается, и таким образом человек становится незащищённым. Сколько правил? Да и крема, я так понимаю, подходят не всем, ведь имеют место индивидуальные аллергические реакции на вот все эти составляющие, согласитесь. Ну, сами по себе крема с СПИ-фактором, с факторами защиты, они содержат, во-первых, физическую защиту и химическую защиту. И сама по себе физическая защита, она обладает таким светоотражающим эффектом. Это диоксид титана, оксид цинка. А химическая защита, как правило, обеспечивает или препятствует, или поглощает, скажем так, те лучи, которые доходят уже дальше. Но сами по себе вот эти факторы защиты, они, например, у людей, страдающих акне, могут при высоком факторе защиты, могут оказать неблагоприятное воздействие на стальную железу. То есть поспособствовать более активной работе сальной железы и продукции кожного сала. Поэтому этот момент тоже необходимо учитывать при использовании крема с ультрафиолетовой защитой. Что касается пигментации, тоже частые случаи при взаимодействии на солнце. Ну, то, что касаемо пигментации, необходимо учитывать еще общее состояние организма, да, человека, который загорает. Но формирование пигментации способствует как длительная, допустим, инсоляция пребывания на солнце, и в то же время как способствующий фактор наличия какой-то сопутствующей патологии. Это, в первую очередь, патология щитовидной железы, патология половых желез. И также как фактор приема некоторых видов медикаментов. Необходимо тщательно изучать инструкции. Если вы загораете, то и принимаете какие-либо препараты, то необходимо обращать на это внимание. Например, оральные контрацептивы могут способствовать формированию гиперпигментации на коже при загаре. Кстати говоря, есть, практически в этом уверен, определенные участки кожи, которые стоило бы и вовсе скрывать от солнца. Что к этому относим? Если, допустим, у человека большое количество невусов, и невусы вызывают некоторую настороженность, это родинки по-простому, да, некоторую настороженность у человека, то, конечно, их необходимо скрывать, либо использовать специальный крем с ультрафиолетовой защитой, так называемый санблок, когда наносится непосредственно на эту родинку. При некоторых заболеваниях кожных, например, таких как витилиго, когда формируются очаги ИД, пигментация, необходимо также наносить крем с ультрафиолетовой защитой, если данный пациент пребывает на солнце. Хотя самим пациентам с витилиго, допустим, пребывание на морском побережье, оно не противопоказано, ввиду насыщения организма микроэлементами, морские купания и так далее. Но ввиду отсутствия в этих патологических очагах меланина, то есть защитного этого пигмента, лучи проникают непосредственно в кожу и оказывают свое неблагоприятное воздействие. А также некоторые такие участки, которые очень нежные, допустим, в области груди это ареала, которые могут обгорать и подвержены такому неблагоприятному воздействию солнечных лучей, и необходимо, конечно, их прятать. Но про, опять же, некоторые группы препаратов, то, что касается формирования гиперпигментации, я рассказывала в отношении оральных контрацептивов, некоторые группы медикаментов, скажем так, повышают фоточувствительность. Это некоторые группы антибиотиков, например, цитроциклиновая группа, препараты, снижающие артериальное давление, некоторые виды антидепрессантов. Поэтому человеку надо ориентироваться на инструкцию по применению препарата или консультироваться со своим лечащим врачом. Часто мы видим на пляже много детей. Ну, вот здесь мы всегда очень волнительно. То есть дети до двух лет не рекомендуется вот так вот выпускать их на солнце и обязательно пользоваться солнцезащитным кремом с увлажняющим эффектом. Причем специальным детским кремом. Специальным детским, да. И обращайте внимание, то есть фактор защиты должен быть все-таки больше 30 быть. То есть вот иногда... И промышленность наша выпускает, по-моему, фактор защиты до 50. То есть если где-то вы увидите, что там 70-80, то это, в общем-то, все-таки... Это что-то, да, что-то здесь не так. До 50. И следующий момент, дети до двух лет, мы не очень-то рекомендуем, что выезжали в южные страны. То есть я имею в виду, там море. Они должны все-таки в своей полосе загорать, и чтобы можно было... По крайней мере, на протяжении первых двух-трех лет. Хотя бы первых двух-трех лет, однозначно. Я так понимаю, их кожа совсем не защищена? Защитный... То есть еще только идет формирование именно вот этого водно-либидного барьера защитного. И поэтому, конечно, здесь все время нужно продумывать, и стоит ли вывозить ребенка. И всегда помните о том, что первые 5, 10, 15, 20 минут нахождения ребенка в воде, кожа его увлажняется, а затем идет обратный эффект. То есть вот этот крем, нужно обращать, что он с водосталкивающим эффектом. Или же через какое-то время повторять намазывание. Повторять. Обязательно, если ребенок искупался, то обязательно крем повторять. Длительное пребывание на солнце, это ведь еще и риск преждевременного старения кожи. Это миф или реально? Нет, это, конечно, реальность. Существует даже в косметологии такой специальный термин, как фотостарение. Если мы можем говорить, конечно, о хроностарении, то это временной фактор, скажем так, что все люди с возрастом стареют, и происходят какие-то изменения в коже. Но существует такой же термин, как и фотостарение. Это старение связано с воздействием ультрафиолетовых лучей. Но, как правило, почему происходят такие процессы? От неконтролируемого воздействия ультрафиолетовых лучей и образования свободных радикалов, как я уже говорила, происходит дезорганизация внутренних структур кожи. Это прежде всего коллагеновых и эластиновых волокон. Они несколько уменьшаются, фрагментируются, и что способствует формированию своеобразного эластоза. То есть снижается эластичность кожи. То есть совет для девушек, особенно для девушек, Хочешь выглядеть молодо и свежо, скрывайся от солнца. Часто можно наблюдать людей, работа которых связана с длительным пребыванием на солнце, что у них кожа огрубевшая, с большим количеством морщин, с расширенной сосудистой сетью. И, как правило, она такая неэластична и достаточно непривлекательна. Поэтому необходимо, конечно, все-таки защищать свою кожу, чтобы избежать хотя бы вот этого фотостарения. С хроностарением, конечно, сложнее бороться, но фотостарение мы можем каким-то образом своими личными действиями предупредить. Люди, кожа которых склонна к жирности, очень часто подсушиваются под прямыми лучами солнца специально. Так сказать, в благих целях. Действительно ли это эффективно или может вызвать обратную реакцию? Ну, вы знаете, конечно, это недостаточно эффективно, скажем так. Да, ультрафиолетовые лучи, они оказывают некоторое бактерицидное действие на кожу. И ввиду наличия какого-то воспалительного процесса, да, этот элемент, этот так называемый прыщик, который беспокоит пациента, он может несколько уменьшиться в размерах, ну, как бы визуально улучшится его состояние. Однако, все-таки, под действием ультрафиолетовых лучей происходит обезвоживание, и кожа нуждается в достаточном увлажнении. Поэтому увлажнять кожу надо. А ввиду нарушения вот этого водно-липидной составляющей, под действием ультрафиолетовых лучей, пересушивание кожи, сальная железа начинает с большей силой продуцировать большее количество кожного сала. И, соответственно, в этих же сальных железах может возникать воспалительный процесс, и это неблагоприятно. Можно добиться обратного эффекта. Да, абсолютно правильно. Можно добиться обратного эффекта. Итак, немного отвлечемся от загара. Чтобы кожа всегда выглядела свежо, была молодой, наверняка необходимо придерживаться определенных правил ежедневного ухода. Ежедневного ухода, наверное, специалисты подчеркивают, не так ли? Ну, необходимо обратить, прежде всего, свое внимание и на общее состояние организма. Конечно, здоровый сон, обильное питье и сбалансированное питание, положительные эмоции оказывают самое благоприятное воздействие на состояние кожи. Но необходимо, конечно, и ухаживать за кожей. Как минимум, два раза в день необходимо очищение кожи, увлажнение кожи и круглогодично, я подчеркиваю, использование кремов с увлажняющих средств, там с СПФ-фактором для предупреждения вот этих процессов фотостарения, если мы возвратимся к предыдущему вопросу. Особого внимания заслуживают чувствительные участки кожи. Вы об этом знаете не понаслышке. Я сейчас имею в виду кожу вокруг глаз, которой мы так много уделяем внимания зачастую. Ну да, то, что касается кожи вокруг глаз, конечно, лучше использовать специальное средство. Специальное средство и очищающие, и специальные крема для ухода за кожей вокруг глаз. Ну и существуют необходимые методики или более правильное нанесение кремов. Это от внутреннего угла глаза к наружу и дальше по периферии на верхнее веко. То есть от нижнего, как верхнего. Это как профилактика формирования будущих морщин. Я извиняюсь, это только для девушек и женщин советы? Или же мужчинам тоже стоит прибегать к каким-то косметическим средствам, не только умывания утром и вечером? Ну, мужчины, как правило, тоже достаточно широко, кстати, пользуются косметикой и обращаются на прием к косметологу, хочу заметить, даже на базу нашего республиканского центра. Просто меньше об этом говорят, наверное. Да, ну может быть, в какой-то мере. Хотя большее количество, если брать по количеству пациентов, то большее количество, конечно, это женщины. Но мужчины присутствует, количество их увеличивается. Я думаю, все эти вопросы, которые актуальны и для женщин. Мы не будем уже разделять их по гендерному признаку. Я думаю, что все это актуально и для мужчин. Молодые люди точно так же ухаживают за кожей с большей тщательностью, чем девушки. И правильно выполняют все рекомендации. И если даже с какими-то проблемами приходят, и им назначаешь комплекс ухода за лицом, то есть их профилактический, и с лечебной целью, то досконально выполняют все. Я думаю, среди этих мужчин есть и мужчины-телеведущие. Не так ли, Саша? Думаю, да. Вот я когда готовился к программе, очень много интересного для себя открыл. К примеру, столько мнений по поводу того, чем же нужно умывать лицо. Столько споров разворачивается в интернете. Кто-то говорит о том, что водой из-под крана просто ни в коем случае нельзя пользоваться. Кто-то заваривает определенные настои, кто-то пользуется льдом, кто-то... И печеная вода, я знаю, такие случаи. И даже дистиллированная. Есть определенный подход, согласно которому необходимо, конечно, если на лице находится косметика, то снимать ее необходимо с помощью специальных средств. Но это скорее с той точки зрения, что если используется, допустим, какое-то очищающее средство или мицеллярная вода, то она легче и быстрее снимает эту косметику, чем если бы мы будем пользоваться просто водой из-под крана или даже кипяченой водой. То есть это где-то экономия времени в первую очередь. А если речь идет все-таки про утреннее умывание, и мужчины и женщины, чем должны пользоваться? Правда ли, что вода из-под крана может подсушивать где-то кожу и оказывать негативный какой-то эффект? Вода вообще это великолепный растворитель, то есть растворяет все. Только время нужно и воздействие. Но что мы с вами вообще видим? Вода, она же ведь жесткая. И длительное применение воды, она все-таки, кажется, неблагоприятна на коже. Если уже все-таки человек не может пользоваться мицеллярной водой или лосьончиком, или использовать там какие-нибудь отвары трав или еще что-то, то есть то, что в общем-то везде написано, и это, наверное, не противопоказано, если нет чувствительности или аллергии какой-то, я имею в виду, к тем же травам, то можно просто смягчить воду тем же самым кипячением или добавлением той же самой питьевой соды. Это будет очень даже неплохо. Но все это нужно приготовить, а это очень неудобно, когда можно пойти купить ту же самую мицеллярную воду. Прекрасно. Или лосьончик. Все просто на самом деле. Да, но если все-таки утром человек принимает душ, и вода попадает на кожу, то это же ведь не трагедия. Для этого существует у нас еще, мы можем восстановить кислотность кожи с помощью той же термальной воды, которая тоже продается в аптеках. Сделав облачко на лице, и ты восстановишь паш кожи. Либо взять, если уже не очень, ну, покупать термальную воду, ну, не получилось. Минеральная вода, в общем-то, наверное, в каждом доме есть. Это сколько флаконов надо иметь? Минеральная, термальная, мицеллярная. Красота. Мужчины точно не пойдут на это. Ведь мы только озвучили, то есть, что можно, да, а каждый человек уже выберет то, что ему приемлемо. По вкусу. Может быть, как в рекламе, у мужчины стоит один гель для душа, а все остальное занято у девушки. Так чаще всего и бывает. В сегодняшнем мире бывает наоборот. Женщина пользуется всего одним гремом. Вот специалисты это подтверждают. Но в любом случае, главное, чтобы было желание. Было желание. И я думаю, что всегда можно. Но в любом случае, даже после бассейна, даже после воды, покупания на пляже, вы должны не только принять душ, да, но душ должен быть теплым, но еще вы должны восстановить кислотность кожи. Но для этого и существуют либо баллончики большей термальной воды, которая, в общем-то, везде продается, либо просто минеральную воду, которой вы выпускаете газики, тот плювизатор, который вы обрызгиваете цветочки, и используете для себя великолепное средство. Прекрасный совет. Я думаю, нужно взять на заметку. Особенно в жару освежиться. Это одно удовольствие, по-моему. Что же касается ежедневного макияжа, сегодня очень многие женщины отдают предпочтение гипоаллергенной косметике. Значит ли это, что проблем с кожей стало больше? Ну, вообще, количество, конечно, аллергических заболеваний кожи, оно из года в год растет. Но это связано, прежде всего, и с общей экологией, и с нашим питанием, с теми продуктами, которыми мы питаемся, и с более широким использованием такой бытовой химии, которая раньше была значительно меньше. И это, конечно, влияет на выбор косметического средства. Конечно, предпочтительно использовать гипоаллергенную косметику, которая не будет оказывать неблагоприятное воздействие на кожу. Так как при выборе даже того же, допустим, очищающего средства, необходимо смотреть на составляющие компоненты. Если это агрессивное какое-то поверхностное активное вещество, лаурилсульфат или минеральное масло, они могут оказать неблагоприятное воздействие. Но, как правило, при покупке какого-то средства пациент, человек обычно не обращает внимания на составляющий компонент. Но если вы уже однажды имели какую-то аллергическую реакцию на то или иное средство, то, конечно, человек может сам выбрать для себя что-либо другое, либо просто более тщательно изучить составляющие компоненты данного средства, чтобы впредь не использовать его в уходе или не применять как косметическое средство. Особенно в последнее время в Гомеле появилось достаточно большое количество и косметических кабинетов, и крупных медицинских центров, которые предлагают широкий перечень косметических процедур. Какие из них сегодня наиболее популярны и востребованы? Какие чаще всего предлагаете пациентам РНПЦ? Ну, то, что касается косметологических процедур, конечно, прежде чем решиться на ту или иную косметологическую процедуру, желательно посетить косметолога для выбора той или иной процедуры. Конечно, врач-косметолог прежде всего поговорит с вами об общем состоянии организма, о наличии показаний либо противопоказаний к той или иной процедуре. И также необходимо услышать мнение пациента, как он видит состояние своей кожи и что бы он хотел сделать на данный момент. Отговаривать часто приходится? Отговаривать приходится иногда, да. То есть есть пациенты, которые приходят с самовыведенным диагнозом, мне необходимо, допустим, чистка лица, дополнительный еще список процедур. Ну, приходит, если пациент с четким намерением сделать что-либо, а у него имеются абсолютные противопоказания для проведения этой процедуры, и пациенты, хотя иногда настаивают, но приходится их отговаривать. Ну, из таких процедур, которые самые распространенные в косметологии у нас. Значит, то, что можем мы предложить на базе нашего центра, это комплексные уходы на определенной косметике. Комплексные уходы – это работа по верхнему слою кожи, по эпидермису. Она представляет собой поэтапное нанесение разных средств с элементами массажа. Процедуры достаточно приятные для пациента, и они достаточно востребованные. Мы предлагаем также комплекс аппаратных процедур. Это аппаратная процедура радиочастотного лифтинга, ультразвукового пилинга. То есть никто уже распаривать лицо и давить прыщи, как представляют многие, не будет? Нет, конечно. Это как раз те процедуры, которые в том числе назначаются в профилактических целях. Часть из них. Как профилактика хроностарения. Да. Хроностарение. Ну, никто не хочет стареть, это и понятно. Да, всем этим быть молодым. А вообще, как часто нужно посещать врача-косметолога? Вот опять же, для профилактики, скажем так, да? И нужно ли это делать для профилактики? Ну, понимаете, каждый пациент, он посещает косметолога с той или иной целью. Один пациент приходит и посещает косметолога, потому что он занимается, допустим, в тандеме с эндокринологом снижением собственного веса. Конечно, кожа теряет свою эластичность, кожа теряет свою упругость, свои свойства, и это требует какого-то косметологического подхода. Вторая группа пациентов, это которая, например, имеет какую-то кожную патологию, либо заболевание кожи, которое требует эстетической коррекции, помимо лечения, назначенного дерматологом. Допустим, это угревая сыпь или это розовые угри. И поэтому мы можем улучшить несколько состояния кожи косметологическими процедурами, если они будут регулярны, и всё это будет соблюдаться. И существует группа пациентов, которая приходит к косметологу с такой целью, чтобы продлить свою молодость, улучшить состояние кожи, чтобы предупредить вот эти процессы старения, которые, к сожалению... А вот ещё одна достаточно большая группа, думаю, со мной согласитесь, Надежда Викторовна, это группа молодёжь и подростки. На приёмы к дерматологу действительно молодых людей приходит очень много, особенно в период где-то 16 до 20 лет. Это период, когда идёт так называемый половой всплеск. И наши половые гормоны, они регулируют очень многое, то есть в нашем организме многие системы. Но с проблемами приходят именно с проблемой акне или угревой болезнью. Молодые люди в этот период очень тщательно следят за собой, и любое высыпание на лице, конечно же, их удручает, и они ищут выход из этого состояния и обращаются за помощью. То есть этот период с 16 до 20 лет, то есть идёт так называемое половое взросление и нарастание именно гормональной активности, а затем оно потихонечку гасает, и к 25 годам у большинства людей в общем-то процесс разрешается самостоятельно или всё-таки с помощью дерматолога. То есть в этот период лучше не тянуть, а на начальных этапах развития той же углевой сыпи идти к специалисту? Смотря у кого какие проблемы. То есть один может с одним высыпанием прийти, а другой может прийти с достаточно тяжелой клинической картиной угревой болезни. Потому что не всегда понимают именно причину, почему же это возникает. То есть гормоны, они регулируют работу сальных желез. И воспаление в сальных железах и в ласяном фолликуле и даёт вот эту некрасивую картину на лице, а именно иногда достаточно тяжелую. Для того, чтобы возникла угревая болезнь, должно быть именно много факторов должно быть. Прежде всего это наследственная предрасположенность. Если у кого-то из родителей были угревая болезнь или акне, то вероятность того, что у ребёнка возникнет всё-таки выше. Если у ребёнка есть какие-то соматические заболевания, тот же сахарный диабет или какие-то эндокринные патологии или заболевания желудочно-кишечного тракта, то вероятность того, что у него заболевание будет протекать немножко тяжелее, гораздо выше. Надежда Викторовна, и всё же, что бы Вы посоветовали родителям? Ну, прежде всего, нужно помочь ребёнку разобраться с этой проблемой и приобрести им средства по уходу за кожей. Но при этом нужно следить, как они его наносят. Потому что кожа именно при акне, она в сибарейных зонах очень жирна. Это лицо, это спина, это грудь, это плечи. И дети зачастую используют лосьоны спецсодержащие. И они трут эту кожу в кавычках обрабатывать лосьонами очень часто. И в результате они пересушивают кожу. И получается именно замкнутый круг. Чем больше они сушат, тем больше у них высыпаний. Поэтому здесь необходимо, даже используя средства, которые продаются для профилактики, все равно увлажнять кожу. То есть кожа любая, чувствительная, жирная, сухая, она должна увлажняться. И еще такой момент хотел бы обратить, что если все-таки не справляетесь с профилактическими мероприятиями, которые проводятся, или профилактические средства, которые вы используете, лучше все-таки обратиться к специалисту. Потому что каждому ребенку индивидуально будет подобрана программа именно где-то по уходу за кожей, а где-то уже и по лечению. И назначится где-то кому-то наружные средства по лечению тех же минимальных высыпаний комедонов, то есть в черненьких или беленьких точек, или уже гнойничковых элементов, а где-то уже будут назначены и антибиотики, и какие-то системные ретиноиды, то есть в зависимости от тяжести заболевания. С какими проблемами обращаются гомельчане к дерматологу сегодня? Я имею в виду не только подростков, но в целом и взрослых людей в том числе. Ну в целом гомельчане обращаются по самым разным поводам. Это касается и каких-то хронических дерматозов, когда человек страдает длительное время и обращается просто за какой-то помощью, чтобы облегчить свое состояние на какой-то промежуток времени. Это и впервые выявленные патологии, это и заразные кожные заболевания, чесотка, микроспория. Поэтому абсолютно разнообразие такое полное присутствует, полная клиническая картина различных дерматозов. Но преимущественно если брать, то в связи с большей заболеваемостью это, как правило, аллергические дерматиты, экземы, псориаз, грибок, отрубевидный лишай, онихомикозы, это поражение ногтевой пластинки грибом, микозы стоп, что достаточно широко распространено и население достаточно инфицировано. Дерматиты сегодня у многих на слуху. Какие симптомы? Самая частая обращаемость это, конечно, контактные дерматиты. Дерматиты мы подразделяем. То есть вообще вот при посещении контактный дерматит может быть вследствие неспецифического раздражителя. Это так называемый эритантный дерматит контактный. И может быть вследствие какого-то специфического аллергена. Тогда это аллергический дерматит. Или тогда, когда и тот другой раздражитель, я имею в виду неспецифический плюс аллерген, и воздействие солнечных лучей, тогда может возникать фотодерматит. Сначала, то есть в самом начале заболевания, когда это остро возникает, разграничить между аллергическим и контактным донатитом практически невозможно. Но когда ты начинаешь собирать анамнез, то есть когда это возникло, что предшествовало этому, были ли раньше у вас аллергические реакции на то или другое, то есть или лекарственное средство, или какие-то контакты с каким-то другим раздражителем, то тогда уже можно выяснить, что здесь может быть сенсибилизация у человека. И тогда можно уже разграничить. Это остро возникшие, и мы выясняем, какой раздражитель. Или это вода, или это химическое какое-то вещество, средства чистящие. Чтобы исключить. Совершенно точно. Чаще какие? Или физические. Ну, чаще всего это, конечно, от длительного пребывания в воде, то есть возникают проблемы на руках. То есть именно дерматит. Я так понимаю, это профессиональные, так называемые, да? Химические, например, когда перед большими праздниками начинают очень много вымывать все в квартирах. А еще и средствами суперпопулярными, супер... Да, тогда приходят такими контактами. Эффективными, да. Физические факторы, то есть, например, холод, да, или там воздействие, то есть нанесение какого-то крема, который, в общем-то, им вызвал такую реакцию. Но ведь не у всех все это возникает. Для того, чтобы возникла контактный дерматит, мы не говорим сейчас про аллергические, потому что там совершенно другая диагностика. Для того, чтобы возник, человек должен... Своя кожа его не должна... То есть, наоборот, кожа, она не защищена, потому что он неправильно ухаживал за ней. Водно... То есть вот эта защитная пленочка и липидный барьер, он смывал часто водой или использовал очень агрессивные средства для очищения кожи. И таким образом при нанесении уже даже элементарных каких-то вещей возникает контактный дерматит. И признаки контактного дерматита, то есть это покраснение, отечность, зуд, сжение. Того, когда мы убираем раздражитель, то есть, например, тот же крем, или убираем, ну, например, там, рекомендуем не мыть часто воду или не носить, там, какие-то металлические предметы, то кожа, если это контактный дерматит, в течение недели она очень быстро восстанавливается на самых простых, доступных лекарственных средствах. А вот уже при аллергических контактных дерматитах, даже если мы говорим о том, чтобы убрали все раздражители, то происходит стихание воспалительного процесса. Но полного выздоровления всё-таки нужно более длительно добиваться. И здесь уже мы подключаем, конечно, аллерголога, чтобы провести какие-то специфические пробы. Ну, потому что бывает же аллергический контактный дерматит на холод или аллергический контактный дерматит на какие-то там другие раздражители. И если не вылечить это, если не обследоваться, то может быть уже поливалентная аллергия. Это может быть уже и не только кожные проявления, это может быть и поражение дыхательных путей, и риниты, и паранхиальные астмы. То есть можно сказать, что сыпь на коже, казалось бы, аллергическая сыпь, это зачастую показатель серьёзного заболевания внутреннего, верно? И дерматолог как раз-таки может выявить по этим симптомам. Конечно, абсолютно. Потому что всё-таки поражение кожи, если это чисто контактный процесс, то да, это страдает кожа. Но если это аллергический процесс, то необходимо понимать, что здесь действована весь организм, и никогда нельзя рассматривать кожу как что-то отдельно стоящее от всего целостного организма, а только рассматривать всё в комплексе. Ваш секрет молодости и красоты для наших телезрителей. Что бы Вы посоветовали? Ну, может быть, я немножко повторюсь, но хочу сказать, что прежде всего хорошее настроение, отличный здоровый сон, обильное питьё, сбалансированное питание. Ну, это, кажется, самое благоприятное воздействие на состояние кожи. Ну, и, несомненно, отдых на южном побережье, на берегу моря, в приемлемые часы для получения полноценного красивого загара. Надежда Викторовна. Ну, мне бы очень хотелось сказать, что живите настоящим. Радуйтесь то, что у нас сейчас есть. Не грустите по прошлому, потому что его не вернуть. Не задумывайтесь и не думайте про будущее, оно ещё не наступило. И помните, что любое заболевание можно вылечить. Главное – это немножечко усердие, времени, и всё будет прекрасно. И тогда кожа будет сияющая, настроение будет замечательное. Прямо такое философское завершение первого блока программы. Спасибо большое за эти советы. За полезный, интересный разговор. Доброго вечера Вам. И Вашим близким. Спасибо. Спасибо. Партнёр показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Существует легенда, что в мире всё же есть девушки и женщины, которые, открывая шкаф, уж точно знают, что надеть. Я так понимаю, это намёк. Саш, но это всего-навсего легенда, и каждая из нас может привести этому кучу доводов. Об этом можно спорить до бесконечности. А лучше всего спросить у тех, кому по роду деятельности всегда есть что надеть. Итак, в нашей студии директор и художественный руководитель Центра моды и красоты «Хрустальная нимфа» Клим Андреев. Добрый вечер. Добрый вечер, Клим. И дизайнер одежды Татьяна Кушнирова. Добрый вечер, Татьяна. Здравствуйте. Рады видеть. Татьяна, возвращаясь к легенде, которую только что озвучил, как понимаю, вы как раз-таки то самое исключение. Каждый рабочий день словно новая дверь в мир моды. Я не исключение на самом деле. Сколько бы ни было у девушки одежды, всегда нечего одеть и некуда повесить. В вашем случае можно сконструировать что-то новое, либо что-то новое и старое? Ну, в моем случае это попроще, потому что есть дома множество коллекций, можно носить самой. Сама создала коллекции, сама и, скажем так, применяешь в жизни, да? Это такой рекламный ход. Да. Пиар, да. Однако вот я считаю, что в этом вопросе важнее не сколько у тебя вещей, а важнее качество все-таки, да, чтобы это были вещи модные, чтобы они подчеркивали нашу индивидуальность. Согласна? На самом деле важно, чтобы был в гардеробе каждой женщины базовый гардероб, так называемый. То есть куда там входят какие-то классические брючки, какие-то классические джинсы, а все остальное это уже сугубо личное дело, то есть это уже разбавляется. Чтобы заполнить шкаф. Можно миксовать просто это все, вот. Кому-то нужен эксклюзив, а кто-то как раз-таки любимые брючки ни на что не променяет. Да, на самом деле так оно и есть. Клим, скажите, насколько часто приходится сталкиваться с капризами прекрасной половины центра моды и красоты по поводу одежды? Ну, на самом деле дисциплина должна быть. Вот, и на фитинге модели не выбирают, что им одевать, а это прерогативы и решения принимает, естественно, дизайнер. Он видит каждую из них в отдельной единице или изделии в коллекции, поэтому... Мы с Катей просто полагали, что директор центра моды и красоты является своеобразным медиатором, который останавливает спор. Тебе вот это платье, тебе вот это узкое. Тебе в этот раз красное, тебе черное. Следующий раз наоборот. Бывает такое? Ну, практически не приходится мне такого делать, потому что все-таки... Татьяна все делает. Татьяна делает сама, и она это делает достаточно хорошо, поверьте мне. То есть таких вот споров и даже драк в гримёрках, когда модели борются за какое-то одно платье, не бывает. Это все мифы. Это все мифы. Хотя Татьяна улыбается так... Ну, бывает, девочки... Ну, сейчас у вас, наверное, скорее так. Для лучшего кроя. Им что-то из коллекции больше нравится, и они говорят, вот я это хочу, я это хочу. В итоге нет, все равно там сам выбираешь, что конкретно подходит под ее типаж. Ну, вам виднее в конце концов. Да, да. Особенно остро проблема, что надеть стоит летом. Естественно, всем нам хочется выглядеть обворожительно, подчеркивать свою индивидуальность, ловить на себя восторженные взгляды мужские. Клим, чтобы так оно и было, что в тренде в этом сезоне? Поделитесь с нами. Я делюсь только своими мыслями и своими пожеланиями. Мне нравится все-таки более классическое. Мужчины должны носить костюмы, а девушки ходить в платье. И даже летом. А костюмы бывают летние, льняные, легкие, разные, абсолютно, да. И пиджак можно сочетать и с шортами, и с сандалиями, и масса других видов одежды и обуви, созданных специально для южных широт и для теплой погоды. Ну, а о трендах, я думаю, все-таки скорее нам расскажет Татьяна. Татьяна, вам слово в таком случае? Одним из новых трендов и популярных в этом сезоне является стиль муаре. Это когда под низ одевается что-то в облипку, то есть либо какая-то юбка и топ, а наверх одевается широкое платье, либо в сетку, либо из шифона, там с каким-то либо цветочком, либо мелким орнаментом. То есть это может быть различный принт, в итоге получается как бы... Объемность такая. Да, объемность... Ну и когда жарко, можно... Более женственное такое, что-то вроде... Можно как и белье какое-то одеть, да, а сверху такая... Белье это будет уже третий слой? То есть такая, я так понимаю, что была в женщине загадка, да, по сути ты видишь ее в накидке, да, но уже просматривает, что там под ней, да. Просматривается силуэт. Еще как бы остается в тренде стиль оверсайз, это когда одежда на один-два размера больше самой девушки. Многослойность также остается. То есть приталенность это все уже в прошлом? Нет, это не в прошлом, но это нужно с умом с чем-то комбинировать. То есть если узкие какие-то брючки одеваете, вот сейчас модно джинсы Mama Dolls называются, это... Ну можно их назвать классические, завышенная талия, они должны быть выше косточки, облегать фигуру, но не втягивать ее. Так мои джинсы Mama Dolls или нет? Расскажите. Ну они подходят под Mama Dolls. Спасибо. Я свои джинсы показывать не буду. И все же спрошу ваши советы мужчинам. Мужчинам? Мое личное мнение, то что мужчине красиво, в том он и должен ходить, несмотря на моду, потому что мужчины бывают разного возраста, разного роста, разной комплекции. Комфорт, вот что? Мода тут с мужчинами более жестко играет. Да и выбора-то у них меньше, правильно? Мы в конце концов можем юбку сменить на брюки, брюки сменить на шорты, шорты сменить на платье, конечно. Я думаю, после такого рассказа, самое время модного дефиле, Татьяна, вам слово презенту. Татьяна приготовила сюрприз для зрителей Беларусь 4. Да, моя коллекция участвовала в этом году в инсталляции Беларусской недели моды by LG. Мы принимали участие, боролись за грант от LG. Вот, она называется «Воды слонам». Я ее воспринимаю для себя как социальный проект. То есть... Это так своеобразный призыв такой, да? Да. Ну, в инсталляции было понятно, почему это соцпроект. Девушки выступают в роли как богинь. У них и макияж своеобразный. То есть это на злобу дня, в общем. На то, как общаются сейчас люди друг с другом, как отношения людей друг к другу. Ну, я думаю, будет видно по коллекции. В общем, самое время смотреть. Поэтому, наверное, осталось пригласить моделей. И да, воды слонам, конечно. И да, воды слонам. И да, воды слонам. И да, воды слонам. И да, воды слонам. Ну, что ж, стильно, модно и легко. А теперь осталось, наверное, отгадать, из каких тканей создана эта коллекция. И что представлено в каждой из моделей. Здесь ткани шифон, поплин, органза, шерсть и джинс. Я так понимаю, это больше на холодную погоду, на прохладную, летнюю погоду? Ну, это сезон осень-зима 16-17 года. Она вот именно для инсталляции для этих сезонов была. Что касается летнего сезона, да, я могу предположить, что в этой одежде очень легко представлена этими моделями, да? Ну, не жарко, скажем так, потому что она не облегает фигуры. Вот только, наверное, на джинсах там можно увидеть, что они более-менее так по фигуре идут. А все остальное будем называть это мини-оверсайз. Татьяна, буквально коротко о концепции коллекции. И что вдохновляет на такие работы? Вдохновляет кофе. Кофе и друзья, да. Потому что по-другому никак. Что касается цветовой гаммы, мы видим, что здесь представлены всего 2-3-4 цвета, да? Но это не вся коллекция на самом деле. Есть у нас там еще цвет коралловый. Популярные цвета. Да, популярные цвета. Модно выбеленный джинс, вот он здесь, бордо, белый и органза. Вот принт, он моден всегда, наверное, будет. Особенно если слоны по фэн-шуи, это к удаче. И сейчас мы должны хором сказать о воды слонам и поблагодарить прекрасных моделей за такое мини-дефиле. Воды слонам. Воды слонам. Воды слонам. Ну и, конечно, лето – это уже повод для творчества, создания чего-то нового. А, Клим, какие планы у вашего центра на летний сезон 2016? Планы в этом году очень обширные и, наверное, они лежат в двух плоскостях. Первое – это творческое, то есть это непосредственно наше мероприятие, которое мы организовываем. И тут я могу характеризовать это фразой «под лежачий камень вода не течет». Поэтому мы решили придумывать и искать мероприятие не только в Гомеле, но и за его пределами. Не успели отгреметь наши десятки показов в школах с школьной формой, которую мы делали в апреле, как новые проекты уже практически на носу. Это фестиваль одежды, называется он «Мода-фест». Это выставка белорусских дизайнеров. Она сопровождается показами. Также в показах участвуют и коммерческие бренды. С этим фестивалем мы планируем объехать всю Беларусь, уже за плечами Гродно. Совсем скоро фестиваль придет в Гомель. И дальше мы поедем по крупным городам Беларуси. Мы обязательно расскажем об этом в программе «Добрый вечер, Гомель». Идея принадлежит «Центру муды и красоты Хрустальная нимфа»? Идея принадлежит журналу «Фэшн Коллекшн», а мы как профессионалы взялись за ее качественную реализацию. Также в планах у нас развитие нашей коллекции «Клында», которую мы презентовали у вас. Она, кстати, заняла первое место на республиканском фестивале «Этна стиль». Забрала первый приз. И дизайнеры поедут в Италию. Кстати, вот Татьяна и второй дизайнер, которого сейчас нет в студии, это Наталья Якутович. Давайте напомним нашим телезрителям, что это за коллекция. Коллекция из льна. Где-то есть самотканки, это была вручную ткань, вытканная конкретно под нашу коллекцию. Ну, я так понимаю, модные принты, те же цветы, да, где-то какие-то... Ну, основа лен. Кружева, опять же, сегодня в моде, да? Основа лен, да. Когда мы придумывали идею коллекции, главное было сделать современную, на молодежную носибельную коллекцию из тканей с отсылом в этнические принты и, естественно, сделать ее из льна. Поэтому она получилась яркой, красивой и действительно подходящей для лета. Вот вы говорите, задача сделать носибельную коллекцию. Полгода назад мы презентовали в студии коллекцию. Спустя полгода что-то из этого можно найти в магазинах? Либо... Ну, не все так быстро происходит. Для того, чтобы спустя полгода вы увидели одежду в магазинах, мы должны были эту коллекцию делать не у себя, а, наверное, вместе с каким-то предприятием. Вот. Я надеюсь, что в будущем году какие-то единицы из этой коллекции, возможно, будут уже... То есть задача, чтобы предприятия заинтересовались сегодня в этих моделях, правильно? Задача показать наши возможности, показать актуальность этих тканей, принтов и заявить о себе, как еще и о месте, где создается одежда. Поскольку это для нас все-таки ново и это, в общем-то, первая коллекция за годы существования Центра Мода, такая к десятилетию. Я рад, что ее так высоко оценили компетентные жюри на фестивале «Этный стиль». Сейчас мы работаем над развитием коллекции Клында, над ее детской частью. Вот. Количество образов порядка десяти. Возможно, дизайнеры вдохновятся и образов будет больше. Посмотрим. Вот. И я думаю, что... Я уверен, что она будет не хуже и будет еще интереснее. И коллекция получит свое развитие. Воды слонам, Татьяне кофе и друзей, и коллекция получит развитие обязательно. Вот. И лен, в конце концов, снова в моде. Вот что я хотела сказать. Лен всегда в моде, лен в тренде, тем более с температурой, которая у нас летом, он просто необходим. Это выход. Пожалуй, это выход. Да. Это одна часть нашей работы. Это творчество. Что же касается второй части, это подготовка моделей. Вот. И здесь мы сейчас... У нас активно кипит работа. Мы решили полностью переработать нашу программу подготовки моделей. У нас новые сотрудники, новые преподаватели. Соответственно, вводятся новые дисциплины. Я думаю, что, вероятнее всего, у нас появится курс дизайна одежды. Вот. Мы планируем открывать студию актерского мастерства, которая уже с сентября заработает в Центре моды. Студию творческого развития, дошкольного развития детей. И сейчас мы работаем над подготовкой очень интересного проекта. Это пока рабочее название «Школа молодой мамы». Курс нацелен на молодых женщин, которые готовятся стать мамами. И основная его идея – это то, как красиво подготовиться к родам, красиво родить. И, скажем так, первое время материнства – как красиво быть, ухаживать за собой, выглядеть. То есть там будет и фото, и видео. То преподавателями будут специалисты, которые работают в заведениях здравоохранения, то есть люди с опытом. И мы очень рады, что получили поддержку на самом высоком уровне. И Управление здравоохранения области сейчас подключило к нам лучших своих специалистов. И мы сейчас формируем вместе с ними содержание этого курса. Я думаю, будет очень интересно и очень полезно всем молодым мамам. Кто бы мог подумать, что в Центре моды и красоты сегодня будут учить быть мамами. Красивыми мамами и ухоженными. И этому тоже. Но говоря про лето как сезон, это достаточно ответственный период для Центра моды и красоты. Ведь только отгремели выпускные, в том числе и в Центре моды и красоты. Впереди набор, не так ли? 27 августа в Центре моды состоится кастинг, на который придут все те, кто хочет стать моделями. И, наверное, даже не хочет стать моделями, а скорее те, кто хочет получить тот комплекс знаний, который позволяет любой девушке чувствовать себя девушкой, а впоследствии женщиной. И быть культурной и образованной. Уверенной в себе, безусловно. И культурной и образованной в вопросах красоты, моды, стиля и своего внешнего вида. Ухода за волосами, кожей и всем, 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 что мы включаем в образ красоты. А если продлить обучение, то потом можно плавно перейти на курсы молодой мамы. Замечательная идея. А там и еще одни. И я хотел бы также несколько слов сказать про наш выпускной, потому что впервые после нескольких лет, которые мы проводили это мероприятие за пределами Центра моды, мы пришли в свой дом. Мы проводили его у себя в Центре моды красоты «Хрустальная нимфа». Мы шикарно украсили зал и делали это с любовью, поскольку в этих стенах девочки занимаются, и им было тепло и приятно, скажем, показывать то, чему они научились перед своими родителями и теми зрителями, которые пришли в зал, был полон. Ведете ли статистику, как часто ваши выпускники и выпускницы продолжают модельную карьеру после ухода из Центра моды? — Естественно, мы следим за всеми девочками и парнями, хотя таковых сейчас меньше, кто становится моделями и находит профессиональную самореализацию в этой профессии. Но я уже неоднократно об этом говорил, на сегодняшний день востребованность моделей у нас в республике, она не очень высока, и, к сожалению, фэшн-индустрия должна развиваться для того, чтобы они были востребованы. Поэтому это лишь единицы. — То есть чаще уезжают за границу все-таки работать в качестве модели? — Я бы, наверное, так сказал, что тот опыт и знания, которые девочки и парни получают во время обучения, это самое ценное. За этим же многие идут. — Безусловно. И именно это мы пытаемся донести родителям и самим парням и девушкам, которые к нам приходят, что они получают бесценный комплекс знаний, который поможет им в жизни. И, кроме того, они получают навыки работы, общения, коммуникации с людьми, которые дают им возможность добиваться успеха и быть успешными, в принципе, в любой сфере, с которой бы они не связали свою жизнь. Так что приходите в центр моды, вы не пожалеете. — Я думаю, после этих слов очень многие телезрительницы, телезрители наши стали записывать данные, контактные данные. — Или есть какие-то данные в интернете? — Конечно же. Мы находимся по адресу Реческий проспект 24, это здание Дворца культуры фестивальный. На сайте CrystalNimf.by вы можете получить всю информацию, либо по телефону 40 39 39. Стандартный критерий — это рост модели от 175 см и выше. Ну и телосложение — это традиционная размерная сетка 42-44. Хотя и 46-48 сейчас также востребованы, и многие модели так называемого size plus размера, они очень востребованы и даже более, наверное, иногда востребованы для оплачиваемой работы на съемках каталогов для компаний, которые делают одежду для реальных людей, а не для моделей. — То есть мы сейчас больше говорим не про дефиле, а про как раз-таки фотоиндустрию, фотомодель. — В том числе, поскольку все-таки на сегодняшний день основные заработки в моделинге — это все-таки съемки. Это съемки каталожные, это съемки рекламного видео, фото и так далее. То есть это все, что касается съемок. Поэтому дефиле у нас этим видом модельной деятельности заработать сложно, поэтому за ним девочки едут за границу. И сейчас география, по которой ездят модели из Беларуси, она очень расширилась. И это приятно. У нас в центре моды постоянно работают телевизоры с фэшн-каналами, и мы видим, что транслируется, что происходит на подиумах мира. И я часто вижу девчат, которые участвовали в наших показах в Минске или в Гродно, я вижу их на подиумах в Азии, Европе и даже Америке. То есть это распространено, девочки ездят, и ничего в этом страшного нету. Поэтому если вы хотите сделать карьеру моделей, дорога открыта, и рынок — это не только Беларусь. Не надо бояться, учите английский язык, и весь мир открыт перед вами. Клим сейчас говорит больше про девушек, модели. Татьяна, мне интересно ваше мнение по поводу мужской моды. Опять же, много ли мужчин-моделей в центре моды и красоты, и какая оценка ваша на этот счет? Парней моделей меньше, значительно меньше, чем девушек, наверное, за счет того, что многие стесняются и думают, а зачем мне это нужно на самом деле. А те, кто более открыт, коммуникабелен, они какие-то навыки приобретают, то есть даже заканчивают и не одну модельную школу. Часто мы встречаем таких наших учащихся на Беларуськой неделе моды. Возвращаясь к критериям отбора и к определенным параметрам, пресловутое 90-60-90, это все-таки в прошлом. Главное, наверное, немножко другое. Это не в прошлом, все-таки это что-то, чего отталкивается. Это стандарты, да, и их придерживаются. Но, безусловно, все смотрят на интересную внешность и на 40, наверное, это где-то ближе к 42 размеру одежды. Вот, соответственно. То есть я подхожу, в общем-то. Да, ты, Катя и Татьяна. По размеру одежды точно. И я более чем убежден, большинство девушек и женщин Гомельской области смело могут себя называть моделями. Конечно. Но искренняя улыбка – это то, что будет настоящим пропуском в любую дверь. Спасибо, Саша. И спасибо вам, дорогие гости, за такой интересный познавательный разговор. И, конечно же, за мини-ликбез в области моды. Спасибо вам. Доброго вечера вам и вашим близким. Спасибо вам. Доброго вечера. Доброго вечера.